Всем привет, друзья! С вами снова Рафаэль и сегодня мы рассмотрим опять работу в программе FLPROG. В общем, например, вам нужно на Arduino сделать такую систему, когда включается реле или что-то подобное, да? И когда реле работает с нагрузкой, да? Ну то есть с чем-то. На экране горит, например, ON, то есть включено. Когда оно не работает, значит значок выключено. В общем, давайте рассмотрим, как это дело выглядит. И я вам более подробно покажу, что нужно делать. То есть экран подключен I2C. Вот тут вот два контакта сбоку. То есть 20 и 21. Так, реле. Выход именно на включение реле у нас подключено на 13-ю ножку. Можно на любую вот эту ножку поставить. То есть у нас идет подключение как бы сигнала, то есть управление твердотельным реле. Земля на землю. Плюс идет к Arduino, то есть на 13-ю ножку. А это у нас уже идет разрыв нагрузки. То есть тут просто светодиод с резистором стоит. То есть он просто как нагрузка, да? То есть тут может и печка быть, и тен, и кондиционер, да что угодно. Экран просто как бы сигнализирует, что, какой процесс сейчас проходит. Или включено, или выключено. В FL Pro это выглядит вот таким вот образом. В общем, значит, что нам нужно для начала. Для начала нам нужно вытащить генератор. Вот такой вот генератор. Вот. Далее, что мы делаем? Настраиваем генератор. Нужно сделать, чтобы был симметричный мультивибратор. Так, внешнее. Точнее, константу, по-моему, ставим. Да, внешнюю. Внешнюю ставим. И вот здесь можно настроечку сделать. Так. Здесь, во-первых, делаем инвертировать, чтобы он был постоянно включен. То есть такая точечка должна быть. Вот. И здесь на втором выходе вставить константу. То есть, как часто должно моргать. То есть, мигать реле. Да, ну, мы ставим 1000. Это будет где-то секунда. Вот. Нажимаем ОК. Так, дальше что мы делаем? Мы берем, нам нужно создать 13-ю ножку. Или какую-то либо другую. Идем вот сюда в выходы. Нажимаем Добавить выход. Мы, кстати, можем ножку другую сделать. Давайте ножку... Так, есть у нас тут 14-я. Так, давайте 10-ю сделаем, например. Просто назову 10. Ставим тип цифровой. Так, далее. Ищем здесь 10-ю ножку. Выбираем 10-ю ножку. И, в принципе, готово. Так, с генератором мы разобрались. Дальше что нам нужно? Нужно два модуля дисплея добавить. То есть, как подключить дисплей, да, посмотрите в моих видео предыдущих. Там все есть. В общем, что я делаю? Так, где-то здесь у нас должен быть дисплейчик. Сейчас мы его найдем. Так, вот он дисплей. Вытаскиваем сюда дисплей. Нажимаем на него два клика. И выбираем. Так, дисплей 1. Потому что у вас уже должен быть добавлен дисплей с предыдущего ролика. Тут все настроено вот таким образом. Здесь как раз-таки показано, куда нужно подключаться. Первый контакт 20-й и второй 21-й. Главное, провода не перепутайте. Так, данные. Вход у нас будет. И, по-моему, вроде как пока что все. А, ну здесь нужно еще настроить, центрировать. Это уже по, как говорится, настройке отображения. То есть, можете сами там поиграться, посмотреть. Давайте я просто сейчас на примере вот здесь покажу. Да, тут два дисплея сделано. Так, давайте. Что мы сделаем? Копировать и еще раз вставить. То есть, делаем два дисплея практически одинаковых. Так, давайте тогда в первом столбце и по центру будем показывать. Так, здесь тоже. Ставим первый столбец и принимаем. Окей, нажимаем. Так, значит, что у нас здесь? Так, первый делаем мы, чтобы он был инвертирован. Инвертировать. Второй просто оставляем. То есть, вот эти вот кнопки, вот первая и вторая вот здесь, да, это как бы включение-выключение дисплея. Именно отображение того, что мы сейчас напишем. Вот здесь нажимаем вставить константу. И, например, вот тут пишем. Так, когда горит, у нас значит... Так, сейчас посмотрим. Подождите, я уже забыл немножко. Так, первое, короче, off. Пишем. Off. Нажимаем галочку. Применить. Так, дальше что мы делаем? Мы просто вот так вот соединяем. То есть, мы делаем две схемы буквально одинаковые. То есть, можно будет просто на другую ножку пересоединить. Так, еще забыл, что вот эту ножку нам надо вытянуть сюда обязательно. Потому что иначе работать не будет. То есть, мы делаем копию верхней штуки. Так, теперь соединяем десятую ножку. То есть, это как раз таки будет на реле уходить. Так, здесь мы тоже соединяем. Вот таким вот образом. Щелк и готово. Так, теперь здесь нужно вставить константу тоже. И написать on. То есть, включено. Так, в принципе, все готово. У нас, в принципе, теперь два таких одинаковых устройства. То есть, тут может что-то другое быть написано. Так, что мы делаем? Нажимаем компиляция. Все, происходит компиляция. Сейчас откроется Arduino. Ждем Arduino. А пока посмотрим, как работает схема. В принципе, я думаю, что выглядит все понятно. Здесь у меня просто подключено к шине питание. То есть, все от Arduino работает. Ничего лишнего здесь у нас нет. Так, получается вот такой вот длинный-длинный код. Давайте я вам потихонечку промотаю. Посмотрите, как это дело выглядит. Очень большой код получился. Так, нажимаем загрузка. Все, теперь ждем. Если все правильно подключено к правильному порту Arduino, у нас вот такая вот зеленая. И напишется, что все хорошо. Моргалка, в принципе, продолжит так же работать. Так, она по две показывает. Ну ладно. Мы потому что две одинаковые вещи сделали. Так, у нас, по-моему, на десятом контакте было там, да? Давайте посмотрим. Ну, практически правильно работает, потому что мы продублировали, и она одно и то же показывает. Так, давайте я сейчас удалю и оставлю только одно. Так, ну что, в общем, все работает правильно. Я оставил только один проект. И вот так это дело выглядит, в общем, в программе. Так что все работает четко. Мы даже можем изменять, конечно же, входные параметры, чтобы моргало по-разному. И оно всегда будет показывать. То есть, если лампочка дольше мигает, то и это будет показывать. Ну, например, если 5 секунд будет лампочка гореть, то 5 секунд будет написано, что она включена. В общем, можно играться с этой схемой очень интересно. Я думал сначала, что надо через какие-нибудь ТТ-триггеры или прочие вещи какие-то интересные делать. А оказалось гораздо все проще. В общем, небольшие такие лайфхаки. Может кому-то понадобится, потребуется это сделать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если какие-то есть интересные идеи, тоже пишите в комментариях. Все, пока-пока.